Сегодня Государственная Дума России приняла пакет мер по поддержке тех, кто пострадал во время коронавируса. Увеличивается единый размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. Самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере 12 130 рублей, которые можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Пакет предполагает также поддержку малого и среднего бизнеса на развитие телемедицины, увеличение производства антисептиков. Правительство надеется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в ВУЗы. Во втором чтении важные поправки, это, например, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет, увеличивается в два раза. Если он раньше был 3375 рублей, то сегодня он 6752 уже. Такое пособие будут получать и неработающие граждане, в том числе и студенты, как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. С поправками повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска с 6000 до 13504 рублей. Были рассмотрены еще и бюджетные поправки, то есть мы фактически увеличиваем предельный срок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета регионов с 3 до 5 лет. И еще дополнительно выделю законопроект, который подчиняет порядок расчета декретных пособий, пособий по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом районных коэффициентов. Сейчас необходимо уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, наиболее пострадавшиеся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о освобождении от платы налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. Кроме того, инициированные президентом, стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня, также планируется освободить от НДФЛ.